Дорогие зрители, я рад вас видеть. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой интересной теме, как мониторинг инфраструктуры и приложений. Это достаточно масштабный кусок из петли восьмерки DevOps, тезисы которого даже в часовой доклад не влезут. Поэтому я буду рассказывать это в три акта на сегодняшнем этапе и, возможно, на следующем DevOps-метапе тоже. Тут уж как повезет. Итак, приступим. С чего, в принципе, начинается мониторинг приложений и инфраструктуры? Давайте разберем на нескольких примерах, которые я встречал или в своей практике, или слушал на докладах ЦАМ. Случай, в котором мониторинга нет как такового. Это стартап, команда крохотная, состоит в основном из разработчиков и, может быть, даже среди них затесался человек с навыками игры в Linux или Docker. Все пишут на локальных ноутбуках, тестируют как попало, деплоят на прот, потому что прот это и деф тоже, катят через композ, логи берутся через него же и там грепаются. Про мониторинг никто не думает, потому что все хотят в MVP, конечно же. Здесь, в общем-то, проблема очевидна. У ребят нет мониторинга, как ни странно, со всеми вытекающими. Нет в них ТТП проверок, нет каких-либо данных о состоянии сервиса или базы данных, нет каких-либо экспортеров, метрики или чего-либо еще. Если продукт действительно попадет в прот, то вместо алертов у людей будут, не знаю, расклады таро. Так или иначе, отчасти команда не позавидуешь. Другой случай. Это так называемый СИСОПС. СИСОПС — это такая интересная должность. Иногда встречаешь в вакансиях и задумываешься об экстенциальном и вечном смысле своего существования. Такой инженер мониторит хосты в Zabbix, в котором только один пользователь — админ, со соответствующим паролем. Логик ранит, скорее всего, в эластике, потому что, ну, нормальное ведь решение, верно? И, разумеется, все возможности и доступы, чтобы посмотреть логи-мониторинг, есть только у этого инженера. Разработчикам высылают логи в Slack или каким-либо другим способом, как попало. Если у вас эта картина йокает в груди, то, поздравляю, вы нашли себе деда — системного администратора под маской Platform Engineer. Что с таким делать? Нанес круговое квалифицирование. И такой соседа уйдет сам. Если же он не уйдет — по крайней мере, у вас не будет бас-фактора в форме CISOPS. Это, разумеется, дискуссионная тема. Не всем ясен посыл практик DevOps и так далее. Но не будем о хорошем. Спускаемся дальше в ад. Другой случай. Гораздо лучше, но не самый приятный все равно. Это крупный бизнес — Enterprise. В нем солидные технические процессы с тремя столпами observability — наблюдаемость так называемой. Возможно, у них есть даже Open Telemetry. Нафига банку баян — другой вопрос. Просто примем за факт, что баян есть и это что-то дозначит. Под баян я подразумеваю Open Telemetry, разумеется. С технической стороны все ясно. В принципе, здесь не подкрадешься. Но и тут кроется свой коммерческий ад. Несчастный Enterprise не задумывается о том, что же скрывается за метриками и что на самом деле должно скрываться за ними. Что на самом деле должно скрываться за инфраструктурной телеметрией. Это тоже важно. Это ведь и различные организационные процедуры, вроде грамотных on-call дежурств, другими словами. Это и понимание концептов observability. Зачем вообще метрики? Когда нужны трейсы? Особенно этими вопросами не задаются продуктовые команды, которым нужно разрабатывать фичи, а не решать технический долг, разумеется. Давайте познакомимся, в конце концов. Меня зовут Игорь Овсянников. Я девопс-специалист компании Evron. И с самого начала карьеры, будучи системным администратором, так и девопсом, я сталкивался с разными вопросами и проблемами мониторинга. Как его сделать удобным для разработчиков, как его сделать удобным для руководства и так далее. Иногда я пишу на хабр, но чаще играю во всякое. Например, недавно Satisfactory релизнулась. Но не будем о хорошем, опять же. Если захотите скопироваться или просто покричать друг на друга, можете писать Telegram. Ради бога. Итак, мы взглянули на архетипы инженеров и кейсы в разных проектах. Познакомились. Совсем скоро я расскажу о столпах наблюдаемости, кей и факапы бывают с каждым из них. Почему мы как сообщество в среднем больнице не разбираемся в мониторинге и как хотя бы не то, чтобы переварить, но просто разжевать эти сухожилия observability. Так вот, три пиллорс, три столпа observability или наблюдаемости. Что такое наблюдаемость нас не интересует, мы пока что не шарим с вами. Идем дальше. В первую очередь первый столб это логи. Всем знакомый формат или антиформат даже диагностических данных. Эти данные говорят разработчику о том, как ведет себя его приложение. Это данные в виде строки из времени, тексты метаданных. Это может быть под метаданными, скажем, имя логера, номер строки в файле, уровень лога, то есть info, warning или error и т.д. В текст можно писать большое множество данных, таких как ID пользователя, его IP-адрес, email. В общем, простор для воображения и утечек данных. Следовательно, в архетипном классическом в логе нет формата как такового. Я могу писать время в ISO 8601, а вы можете писать в Unix timestamps с наносекундами. Ради бога. Соответственно, логи могут быть абсолютно разными. Это может быть как великий беспощадный лог из числа 1, 2, 3, так и может быть структурированный JSON или даже многострочный stacktrace от питания чего веб-сервиса или чего хуже от java-машины. Stacktrace на несколько строк — это, честно говоря, настоящее проклятие. Но речь немножечко о другом. Логи — это такой кладезь бездны, который есть везде, куда ступала нога программиста. Он универсален и тем и лог искушает. Затем есть трейсы. Это такая вишенка на торте пирожного из земли и палок. Задумка классная. Давайте возьмем структурированные логи и впишем в них общий идентификатор запроса. Теперь у нас есть универсальный ключ контекста, по которому с правильным инструментарием, разумеется, можно проследить все, что произошло вместе с данным HTTP-запросом. Повторюсь, концептуально идея действительно здоровская, но исполнение подвело. Во-первых, вам надо внедрить в свой сервис фреймворк для трейсов. Это может быть как OpenTelemetry или просто OTL или, допустим, Sentry. Это непростая задача даже для сервиса среднего размера. Про Legacy Monolith вообще молчу. Вряд ли вам кто-то выдаст необходимое число человека часов просто для мониторинга, если есть простые логи. Ваше руководство запихнет такую таску в бэклог и будет правым. Во-вторых, такие трейсы – это большой набор логов, их надо хранить и обрабатывать. Вам нужно администрировать с джаггер, вам нужно следить за темп и так далее. И кроме того, вам нужно не только самим это делать, вам нужно научить целую команду это делать и найти ее на рынке. Это уже отдельный разговор. Мейнстрим девопсов. Метрики. Ключ значения. Все вроде бы просто, все все знают. Девопсы любят, девопсы ими пользуются. Прометую с шарем. Но как дело доходит до их интеграции с вашим сервисом, становится трудно жить, скажу я вам. Например, HTTP ошибки. На что реагировать? На код 502? На число успешных регистраций? Как на не дублировать логику логов? Эта метрика должна быть счетчиком или датчиком? Отдельный вид искусства – это запросы к Prometheus. Там надо обладать определенным состоянием сознания, чтобы не ошибиться при усреднении при 95% проценте по группе серверов, допустим. Да и вообще запрашивать векторные запросы к Prometheus. Но главная проблема метрик – это на самом деле крохотный контекст. Вот, допустим, у нас есть метрика с пятисотками на сервисе. Их 42. Это хорошо или плохо? Ошибка на урле одного из хелстчеков или на публичном аппе и аффектит всех пользователей? Это пятисотка с нами в одной комнате? Может, это во время миграции базы данных моргнуло что-то? Метрика – это, в конце концов, просто обобщенная статистика. Вот и корень всех проблем. Если метрики так мало говорят нам, зачем они вообще нужны? Может быть, от них вообще избавиться? Это один вариант. Второй вариант – или добавить контекста в них. Так они, может быть, станут полезнее? В таком случае мы получим, к сожалению, очередные логи, с чем я вас и поздравляю. Ибо метрики с высокой комбинаторностью, так называемой high cardinality, в помиде вас не положить. Они у вас будут занимать много места, а обогащенные логи еще больше. В итоге остается два варианта. Или мы выбираем дешевые метрики и страдаем, как слепые котята на инфраструктуре. Или храним логи. Или, в конце концов, конечно же, заканчиваем карьеру в палате старой доброй дурки. Что можно предложить? Логи у вас, скорее всего, и так есть. Хуже уже не станет. Так давайте попробуем по ним извлекать метрики. Считаем число совпадений по тексту, грепаем число, извлекаем конкретные поля из сообщений и так далее. Но лучше, конечно, если вам не надо грепать и логи структурированы. Слава богу, если ваш фреймворк поддерживает JSON логи или лог FMT. Ура! Мы закопали Prometheus. И жить стало чуточку проще. Но у нас все еще много данных. У нас, точнее говоря, целое болото бигдаты из логов. И первый подход, который лично мне приходит в голову, это спроектировать формат логов. Или который легко парсить, или который уже структурирован до вас. Даже самый мощный кластер логи не справится с поиском по логам продакшена за три месяца. Так что начните с общего по компании стандарта логов или внедрить его. Я прошу вас, сделайте жизнь машин с эластиками проще, пока не упростили нас самих с вами. Другой подход, это развитие прошлого подхода. Попробуйте в первую очередь принести свои структурированные данные в аналитическую базу данных. Например, это может быть Clickhouse. Или это может быть Consandra, если у вас есть соответствующие навыки. Дело в том, что Clickhouse изначально проектировалась под задачей Яндекс.Метрики. И если подумать, то клики пользователей по сайтам, это такие же данные, что и наши с вами логи. Можно взять другую базу данных, можно взять другую колоночную базу данных, можно хранить даже в Postgres. В конце концов, с тем работайте, с чем у вас больше всего знаний. Но я лично рекомендую Clickhouse, потому что у него больше сообщества и лучше интеграция с Grafana. Также есть еще одно решение. Это ей можно пойти к вендорам на рынке. На российском рынке их, как я знаю, очень мало. Могу выделить разве что Deckhouse от Flanta, у которого есть свое решение для observability. Однако это частный случай, который относится к Kubernetes. Я, к сожалению, вынужден поставить паузу в своем хейтспиче, так как тайминг нам ограничен. Но нам еще предстоит разобрать многие мои травмы, и не только мои. Такие как дежурство, или общую проблему от OpenTelemetry, или что такое Graal Observability, в чем отличие его от мониторинга, как приблизиться так называемой OLLI, и что может пойти не так в процессе. Я обязательно вернусь к вам в том или том формате. Например, сейчас с вопросами.